Кейн энд Линч 2, Мафия 2, Спайдермен, а также зачем сицилийские мафиози устроили сходку в Москве и как два психопата устроили погром в Дании. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. На днях в Москве произошло очень громкое событие. Событие оказалось не просто громким, а грандиозным. В московский ночной клуб съехались представители известных сицилийских семей. Некоторые любезно согласились с нами пообщаться. Ребята, из какого клана? Пурпурный клан. Пурпурный клан. Круто. Как вам сегодняшнее мероприятие? Очень зрелище. Приятная обстановка, спокойно. Правда, много пресса. Это немножко напрягает. Довольно динамично. Причем даже на такие мероприятия эти ребята предпочитают не ходить безоружными. А со сцены людей развлекал конферансье. Он шутил, устраивал конкурсы и раздавал подарки. Естественно, не обошлось без девочек, которые заводили мужскую публику. В виске лился рекой. В общем, организаторы постарались на славу. Два. Всех приветствовать на запуске «Мафии 2». Сзади меня вы видите множество гангстеров, которые пришли сегодня на открытие. На премьеру фактически. Наконец-то мы дожили, что в России у нас игра запускается к настоящему. С премьерой. Все фанаты и поклонники «Мафии» собрались здесь для того, чтобы встретить запуск второй части, которую мы ждали чертовых 8 лет и дождались. И главное, что все наши ждания оправдались. Короче говоря, «Мафия» триумфально вернулась. С чем и поздравляем организованную всю преступность и геймеров, которые наконец-то дождались вторую «Мафию». Ну а мы перенесемся в Данию, где с большой помпой стартовали продажи не менее долгожданной игры продолжения «Кейн и Линч». В Копенгаге сегодня сыро, как у ктулху под мышкой, а мы стоим на пороге студии «Айо Интерэктив» создателей знаменитой серии «Кейн и Линч». Пойдемте внутрь. Привет, МД, Россия. Сумасшедшие ребята из датской студии решили отметить выход продолжения приключений «Кейн и Линча» на широкую ногу. Возможно, потому что работу они проделали колоссальную и решили разделить радость от ее завершения с прессой и геймерами. Ну, сам представь, Дания — тихая, скучная страна, 5 миллионов законопослушного населения, место, где вообще ничего не происходит. И тут нам, значит, приходится делать игру про двух психопатов, маньяков, для которых закон — это пустое место. Ну, где нам черпать вдохновение? Ну, вот мы и поехали в Шанхай, там заряжались такой урбанистической энергией, но ты понимаешь. В зале, где собрались акулы, пера и фанаты игры, разработчики рассказали и показали, как они реально бегали с камеры по улицам, чтобы потом воссоздать эти ощущения в игре. Потом всех присутствующих угостили настоящей китайской едой, после чего пришел черед десерта. Геймерам дали поиграть в саму игру. Я вообще проперся от реалистичности, особенно вот этот эффект с трясущейся камерой. Ну, вообще круто, что игра такая брутальная получилась. Когда, например, стреляешь челу в лицо, его голова прям взрывается, очень зрелищно. Ну, вообще, я оттащусь от линча, потому что он внешне даже на меня похож. Вдоволь наигравшись, геймеры разошлись по домам, а ребята из I.O. Interactive поделились фрессой своими мыслями о причинах популярности игры. Я думаю, дело в том, что люди тянутся к антигероям. Ну, ведь они такие настоящие, прям из жизни. И поступают они, как любой его человек поступил, а не как, как, там, киношный герой, какой-нибудь Бен Афлик. Ну, вроде бы они стараются быть как лучше, но не получается. Но очень правдоподобно, короче, им как бы верят. Поэтому люди и любят игру, и наш персонал. В общем, кажется, датчане создали хит. Не зря же игра в топах продаж сразу в нескольких странах мира. Поистине, любовь к психопатам неискоренима. Хотя сезон 2010-2011 национальной хоккейной лиги начнется лишь 7 октября, геймеры уже сегодня могут выйти на лед. На прилавках появился хоккейный симулятор NHL11. В новой игре от EA Sports любителям виртуального хоккея предстоит скрестить клюшки самых именитых игроков не только NHL, но и других национальных лиг. Разработчики трубят о двух сотнях мелких и значимых нововведений. Например, можно перепрыгивать через соперника, который бросается тебе под ноги. Теперь во время матча у игрока может сломаться клюшка, и как поступить решает геймер. Защищаться безоружным, отправиться на скамейку за новой или взять ее у партнера по команде. Также появилась такая фишка, как хитстик, когда можно выбрать высоту удара клюшкой по телу соперника. Правда, за это можно схлопотать удаление. А еще игрок сам выбирает, как ему отпраздновать забитый гол. В общем, виртуальный хоккей становится все более человечным. Правда, есть два больших «но». Игра идет только на консолях, и в ней отсутствует континентальная хоккейная лига. Так что сыграть за Акбар с Металуркой или Салават и Лайф не получится. Буржуи противные. Зато у вас получится попрыгать по небоскребам в новой игре про похождения Человека-паука Spider-Man Shattered Dimensions. Причем сразу в четырех ипостасях. А во всем виновата табличка порядка и хаоса, которая разбилась на мелкие куски и нарушила баланс миров. Мадам Веп, парализованная паучиха с экстрасенсорными способностями, призывает героев из четырех марвеловских вселенных. Великолепного Spider-Mana, Spider-Man Noir, Spider-Man 2099 и Ultimate Spider-Man. Каждый из этой четверки должен навести порядок у себя дома, победить 13 злодеев, отобрать у них осколки таблички, и тогда на земле вновь воцарится порядок. Разработчики сделали ход конем. Они, как на старых китайских картриджах для Дэнди, вместо одной игры предложили геймерам сразу четыре. Игра за каждого из персонажей — это свой уникальный геймплей. В общем, фанаты Человека-паука будут в восторге. Да и любители экшенов тоже. 4-го числа в Москве прошел отборочный турнир по игре Crossfire. Победители турнира будут защищать честь страны на международном турнире, который пройдет в начале ноября в Китае. Для тех, кто в танке, Crossfire — это новый многопользовательский шутер, который по популярности может потягаться с Counter-Strike. В основе его сюжета лежит противоборство заклятых врагов — корпорации наемников Global Risk, состоящей из ветеранов лучших спецслужб мира, и террористической группой Blacklist. Террористы, как и полагается, осуществляют противоправную деятельность, а Global Risk пытается их приструнить. Геймеру предстоит решить, к какой стороне ему присоединиться, ведь и у тех, и у других есть сильные и слабые стороны. Например, у хороших парней лучшее оружие, зато у плохих есть отличная фишка, которой никогда не было до этих пор в многопользовательских шутерах — невидимость. То есть террорист может приспокойно пробраться до нужной точки и установить бомбу, а по пути еще и перерезать горло паре-тройке противникам своим ножом. Режим Призраки — это противостояние двух команд. С одной стороны, это красивое название «Белые волки», с другой стороны — «Третий легион». Игроки назвали и Гоусты, и Менты. В режиме Призраки — только они могут быть невидимыми, но это не значит, что их нельзя услышать. Поэтому основной совет для игроков, которые играют в этом режиме — сделать погромче наушники и слушать, потому что Гоусты ходят как «тук-тук-тук-тук-тук», а Менты — как «тук-тук-тук». Перед началом игры геймер выбирает персонажей из списка реально существующих спецподразделений, например, американского или британского спецназа или российского ОМОНа. Причем впервые можно выбрать в качестве персонажа девушку. Если женский персонаж кажется вам ненадежным, то вполне можно играть за мужского. Мне, например, носить звание старшего сержанта совершенно не стыдно. В игре более 20 карт, каждая со своими особенностями. Игра очень динамичная, быстрая, залетела в любую карту. Мне, например, очень нравится там, где «Формула-1», и за 10 минут он игрался так, что только уже до кровати и спать. Есть даже миссия в лаборатории, из которой по сюжету вырвались мутанты. Задача игроков — перебить всех гадов и при этом умудриться не заразиться самому. В общем, каждый найдет в этой игре что-то себе по душе. Как у нас частенько девушки любят вляпаться в дела сердечные, лучше бы зашли в «Кроссфайр», постреляли. Не знаю, если страшно, можно через ящик, например. А самая главная игра — бесплатная. Ну что, товарищи террористы и контртеррористы, поехали, повоюем. Далее в виртуалити. Какие сюрпризы готовят корейцы? И зачем нужно снова открывать Америку? 20 миллионов геймеров сутками рубятся насмерть в эту игру. Тысячи героев погибают ежедневно, чтобы воскреснуть и снова броситься в кровавый бой. Добро пожаловать в мир Лейноч 2. А пока перенесемся в Сеул. Этот южнокорейский город известен тем, что в 1988 году здесь прошли 20-е летние Олимпийские игры, в которых сборная СССР по футболу в финале обыграла бразильца. В 2002 году там же состоялся чемпионат мира по футболу, в котором победили бразильцы. А наша сборная даже не вышла из группы. Но не надо о печальном. Сеул — столица и самый крупный город Южнокорейской республики с населением в 10 миллионов человек. Ну, почти как в Москве. Кстати, Сеул — город-побратим, столица нашей Родины. А еще по версии журнала Fortune, Мегаполит занимает седьмое место среди городов мира по количеству штаб-квартир корпораций, входящих в топ-500 мирового бизнеса. Среди таких компаний есть и NCSoft — крупнейший корейский игровой разработчик. Именно эти ребята запустили в далеком уже 1998 году, то есть в прошлом веке, игру, которая стала культовой в Корее — Линодж. Создатели взяли за основу одноименную книгу комиксов и создали онлайновый фэнтезийный мир, который пришелся по вкусу геймерам. В лучшие времена в Линодж рубилось 3 миллиона человек. Даже в 2008 году на игровых серверах, названных, кстати, в честь персонажей комикса, был миллион подписчиков, которые играли уже скорее по привычке, ибо к тому времени геймеры уже пять лет как рубились в трехмерную Линодж 2. Мы запустили игру в далеком 2003 году, но до сих пор игра пользуется бешеной популярностью. Прежде всего, благодаря отличной графике. Тут Линодж 2 уделывает многие новые MMORPG. К тому же мы не сидим без дела и постоянно работаем над тем, как сделать игру еще интереснее. Линодж 2 — это классическая фэнтезийная онлайновая ролевка со стандартным набором — сотворение мира, конфликты богов, рождение расы, взлеты и падения. Все те же орки, гномы, темные и светлые эльфы. Все те же классы. Вот только одна отличительная сторона, которая сделала игру культовой — это PvP. В отличие от многих наших конкурентов, таких как World of Warcraft, например, мы сделали упор в игре именно на PvP-составляющую, то есть на сражении игроков друг с другом один на один. Это фишка «Наш Козырь». Результат — за первые три года 600 тысяч подписчиков только в одной Южной Корее и популярность на родине и за рубежом. Игра даже получила награду от Министерства культуры и туризма Южно-Корейской Республики. Сейчас в мире почти 20 миллионов подписчиков. В 2008 году Линодж 2 добралась до России. На просторах нашей родины официально появилась полностью переведенная русскоязычная версия, что не могло не сказаться на популярности. На данный момент в России в Линодж 2 играет 2,5 миллиона человек и каждый месяц прибавляется еще по 60 тысяч. Одна из причин такой популярности, конечно, в том, что Россия — единственная, не считая Индонезии, страна, где игра бесплатная. В США, например, геймеры платят по 14 долларов, европейцы — по 13 евро в месяц. Но, конечно, не только халява привлекла наших геймеров. Российские геймеры несколько отличаются от всех остальных, им подавай больше сражений один на один. Очень они любят подраться. Ну а мы и рады — деритесь на здоровье. От этого всем только хорошо. И наша такая своеобразная особенность действительно подтверждает — любят они мордобой. Ну, то есть, как бы, большая социальная ПВП-составляющая игры, которая нашим игрокам, соответственно, и нравится. После того, как кто-то кого-то убил, или какая-то осада прошла в игре, то есть осада замка. Все это прошло, два часа потом они выливаются на форумы, начинают все это обсуждать. И там срач на 20 страниц, если не будет. Российская армия фанатов Линдж 2 — самая многочисленная в мире. Неудивительно, что в преддверии больших апгрейдов, которые случатся с игрой в ближайшее время, продюсер игры Ки Бинче посетил Москву, чтобы пообщаться с геймерами, узнать их пожелания и лично рассказать о грядущих изменениях в Линдж 2. Сейчас команда разработчиков работает над одним из самых больших апдейтов, которые были в истории Линдж 2. В нем будут учтены все требования и просьбы игроков, а также учтены все плюсы, которые были в этой игре. Будет не просто добавлено много нового контента, будет очень много изменений и нововведений, вплоть до улучшения графики. Правда, детали эти софтовцы тщательно скрывают. Видимо, хотят сделать геймерам сюрприз. Ах уж эти корейцы. Единственное, что стало известно, это то, что апгрейд выйдет в Корее в марте, в России чуть позже, а в декабре грядет другое событие, правда, менее грандиозное. В ближайшем обновлении игроков ждет новые локации, обновление старых локаций, изменения в Олимпиаде и упрощение прокачки на более высоких уровнях. Но фанатов Lineage 2 дополнениями не напугают. За 7 лет их выпущено уже 14. Все привыкли, что каждые полгода игра преображается и становится еще лучше. Тем более, что российские геймеры все обновления получают даже раньше европейских игроков. Вот и в этот раз они с нетерпением ждут, когда же можно будет установить вожделенный патч. Судя по всему, NCSoft их не разочарует. А теперь мы приглашаем вас в компанию трех геймеров, которые получили от нас три игры и готовы поделиться своими впечатлениями от них. Для начала знакомьтесь. Константин Подстрешный, легендарный игровой журналист, играет с 88-го года. Любимая игра StarCraft. В играх больше всего ценят баги и фраги. Игорь Белкин, выпускающий редактор портала Lent.ru, играет с 96-го года. Любимая игра Unreal. В играх больше всего ценят смерть и разрушение. Илья Мэдисон, редактор портала Routube.ru, играет с 96-го года. Любимая игра Metron. В играх больше всего ценят трэш и угар. Итак, первым в DVD-ROM попадает диск с игрой Command Conquest of Americas. Разработчики обещают глубокую и проработанную стратегию, которая должна прийтись по вкусу всем любителям истории. Согласны ли с этим утверждением наши геймеры? Буквально год назад в игре от этих же разработчиков мы изрядно пограбили Африку и Индию. А теперь нам дают на разграбление целую Америку. Причем две по цене одной. Что менеджмент, что войнушка и стратегия получились довольно-таки прикольно. С небольшой лишь оговоркой, что в игре какое-то совершенно ебаническое количество глюков, которые местами очень сильно мешают играть. К сожалению, нашей любимой работорговли в игре не предусмотрено. Просто потому, что если бы в игре была вот строчка рабы в списке товаров, то рейтинг ее возрастной сразу бы скакнул выше 16 лет. Я советую эту игру Анатолию Вассерману, потому что ему будет где развернуть свой не ебаный талант. Но все же игру, конечно, можно посоветовать тем людям, которые ведут сидячий, малоподвижный образ жизни. То есть это лифтерам-диспетчерам, это полярникам, нашей сборной по футболу, опять же. Вот игра размеренная, спокойная. Думаю, им всем понравится. Порекомендовать игру про завоевание Америки я могу всем фанатам Михаила Задорнова. Именно так вы сможете узнать, почему же они все такие тупые. Второй на суд геймеров попала Alien Swarm, бесплатный сетевой шутер от Valve. Игра очень напоминает сюжет фильма «Чужие», и она была тепло встречена геймерами. Согласны ли с этим наши эксперты? Давным-давно были очень популярны игры жанра «топ-даун-шутер». Это когда ты смотришь на своего главного героя сильно сверху, сильно вниз, а он бегает там с автоматом и косит всяких врагов неприятных в капусту. Собственно говоря, Alien Swarm представляет собой именно представителя этого давно уже сдохшего по-хорошему жанра. Чему учит нас игра Alien Swarm? Что если гадить на космической станции, не убирать за собой, не прыскать дихлофосом по углам, то разведется обычно, не пойми что, только Сигурни Вивер может разобраться. Aliens Swarm. Сначала я думал, что это переводится как «Червяк Чужого», и мне все время было интересно, где у Чужого, собственно говоря, засел этот замечательный червяк. Но потом оказалось, что пишется все немного по-другому, а сама игра представляет собой мод для Unreal. Благодаря игре Alien Swarm у вас на компьютере, возможно, появится первая в вашей жизни лицензионная игра, причем совершенно бесплатная. Помимо бесплатности, неотъемлемым преимуществом Alien Swarm является наличие мегапоисдовательского режима, кооперативного, рассчитанного на четырех человек. Сама игра напоминает Alien Shooter, Crimson Land и другие такие угарные проекты. Единственное, что тут ставка делается на кооператив. Кому можно посоветовать Alien Swarm? Прежде всего, тетей бурний вивер. Я уверен, тетенька скучает по годам своей молодости, когда ей приходилось бегать по переборкам корабля с дробовиком, а не за этими синими двухметровыми уродами. Рекомендовать игру Alien Swarm я могу всем тем, у кого есть доступ в Steam, но нет денег на игры. Я посоветую эту игру компаниям веселым, у которых нет денег для того, чтобы, например, купить какой-то более продвинутый кооперативный проект. И они просто вот бесплатно могут скачать в Steam и тащиться, потому что это действительно очень веселая штука. Далее в виртуалите. Почему психопаты свободно гуляют по Шанхаю? Последний сегодняшний подопытный стала Kane & Lynch 2. Продолжение истории о похождениях двух психопатов стало лидером продаж в Великобритании. Что думают наши гости? От создателя игрок Hitman. Kane & Lynch 2. Игра про профессиональных отморозков от мира криминала. Первый – это у нас Линч. Мужчина прославился тем, что выпотрошил собственную жену. Ну, с кем не бывает, в конце концов. Другой персонаж ничем не лучше – это Кейн. Он предал всю свою банду ради какого-то чемоданчика с бриллиантами. Не знаю, никогда чемоданчик с бриллиантами не держал, но думаю, что я бы предал и MTV, и всю родную редакцию. Положая руку на сердце, могу сказать, уж лучше бы они продолжали хитманом заниматься. Выход игры Kane & Lynch 2 для меня безвозвратно омрачен. Тем фактом, что в полнометражном фильме Линч будет исполнять афроамериканский актер. Как до этого можно было додуматься, я не представляю. Мне после этого даже и в игру-то перестало хотеть играться. Но, к счастью, в игре он все еще по-прежнему такой же белый, психованный и задроченный. Персонажи сильно напоминали героев Квентина Тарантина. Мерзавец на негодяя и сидит, и под лицом погоняет. Вид в этой игре очень необычный, то есть такой приставочный, в углу экрана, но кажется, что все это снято вот как раз на те камеры, на которые снимали китайские боевики, которые были так популярны в эпоху видеосалонов. В игре разработчики использовали такой, знаете ли, псевдодокументальный эффект. Как его характеризует наш оператор? Эффект вертиго. В игре это, в принципе, вполне подходит, но у меня есть подозрение, что именно этим эффектом вертиго маскируются местами довольно-таки уродливые графические артефакты, которые в игре можно разглядеть. Как и в первой игре, полный угар, мочилово, стреляние. Единственное, что, конечно, эта игра может затеряться на фоне мафии, но тем, кто любит клевые три стрелки в стиле Джона Ву, в стиле фильма «Схватка», я думаю, они эту игру схавают с большим удовольствием. В принципе, она выглядит клево. Она очень стильная, она очень мрачная. Там вроде бы неплохой интригующий сюжет, который, к сожалению, был превращен в полное говно ближе к концу предыдущей части. Там динамичные перестрелки. Вроде бы все есть, но такое ощущение, что чего-то не хватает. То ли из-за мерзопакостной сути самих главных героев, то ли еще из-за чего-то, но мотивация в это играть, она потихонечку-потихонечку пропадает. Я могу посоветовать эту игру либо китайцам, которые очень хотят вернуться в Шанхай, но их родителям уже заплатили деньги за то, что они свалили сюда, поэтому они живут у нас в общежитии МГУ. Ну, либо бурятам, которые, работая в суши-баре, все-таки внутри себя ощущают такое китайское начало. Игрок Яйна Линч я сильно не перекомендовал бы маленьким детям, потому что она действительно какая-то запредельно жестокая и может вызвать такое чувство близгливости, наверное, даже вполне себе взрослых людей. А перекомендовать ее могу всем тем, кто безумно прется от фильмов Тарантино ржет, когда героям распидают на куски головы и любит чрезмерное, ничем не обоснованное, не мотивированное насилие. Помимо тех игроков, кому вот просто интересно, чем же закончится история Тарантина и Линча, я думаю, что игра будет полезна еще и молодым операторам, желающимся познакомиться с эффектом вертига по блин. Смотрите в следующем выпуске. Властелина снова окольцевали. Во всем виноват Арагорн со своим квестом. И целого мира мало, а два по два в самый раз. Шепард из сериала Lost переехал в Mass Effect. В Dragon Age открылся сезон охоты на ведьм. Это и многое другое в следующем выпуске Виртуалити. Субтитры сделал DimaTorzok